Нападения на судов в Красном море привели к нарушению цепочек поставок, вызывая значительный рост фрахтовых тарифов на наиболее затронутых маршрутах, таких как Азия и Европа. За последние несколько недель ставки поднялись примерно на 300% и существует потенциал их дополнительного удвоения. По данному маршруту проходит около 10% мировой морской торговли, сообщает S&P Global Ratings. Многие судоходные компании в целях безопасности либо приостанавливают рейсы через Красное море и Оденский залив, либо выбирают более длинный маршрут вокруг Африки. Но такое увеличение времени транзита повышает расходы на топливо и экипаж, а также нарушает цепочки поставок. Направление контейнеровоза через мыс Доброй Надежды обычно добавляет 10 дней к рейсам Восточной Азии – Северной Европы и две недели к рейсам Восточной Азии – Средиземноморье. Однако S&P не ожидает, что расходы на грузовые перевозки достигнут пика времен пандемии. Напротив, они могут снизиться, начиная со второй половины года. Экономическая ситуация сейчас совершенно иная, чем в 2020-2021 годах, когда во время карантина был исключительно высокий потребительский спрос на товары, что стимулировалось мерами государственной поддержки. Сегодня расходы на материальные товары относительно слабы и более сбалансированы относительно услуг. Мы также не ожидаем сохранения баланса спроса и предложения на рынке контейнерных перевозок из-за значительных поставок новых судов. Текущий портфель заказов, который, по данным Clarkson's Research, составляет 27% от общего мирового флота, предполагает, что общая мощность контейнерных лайнеров может вырасти на 7-8% в течение этого года, то есть теми же темпами, что в 2023 году. Агентство отмечает, что танкеры и перевозчики жиженного природного газа, перевозящие российскую нефть и катерский газ, судя по всему, не подверглись нападению. А по оценкам Bloomberg, ситуация в Красном море может повлечь за собой срыв поставок на европейский рынок продовольственной продукции, в частности фруктов и кофе. Это может спровоцировать дефицит некоторых товаров и их подорожание для европейского потребителя. Кроме того, некоторые продукты с небольшим сроком годности, по всей вероятности, не доедут до места назначения, вследствие чего некоторые товары могут исчезнуть с полок магазинов.